Всем привет, мои девочки хорошие! Сегодня необычное видео. Я решила сегодня накраситься вместе с вами. Вы уже решили, какой макияж вы сделаете на какую-нибудь вечеринку, на корпоратив, может быть, или просто на новогодний праздник, если в гости там пойдете. Вот, я на Новый год краситься, может быть, и не буду особо, потому что я такой человек домашний, тем более косметика, долгую косметику терпеть на себе не могу. Но, по крайней мере, мне хочется сегодня, вот, например, у меня есть повод накраситься, я собираюсь видео одно там снять, и хочется выглядеть там красиво. Но решила попробовать я макияж, который можно сделать как бы вечерний, но в то же время на веки, которые нависшие веки называются. В общем, короче, подготовила я тут, достала целую кучу своей косметики, которую я уже давно не доставала. Но, честно говоря, крашусь редко, и очень так чуть-чуть, по-быстренькому, и все. Ну, сейчас, думаю, накрашусь я так нормальненько. Не буду жалеть косметики. И мне еще интересно даже узнать, не отвыкла ли я вообще краситься, не разучилась ли. Вот, так что я сейчас немножечко волосы соберу, чуть-чуть, и я их хочу убрать лишние, в общем, чтобы не мешали, чтобы они не падали мне на глаза. Так, лицо мы откроем, чтобы прическа не испортилась, лучше сделать это ободочком. Так, ну что, а теперь я хочу рассыпать по столу прям всю свою косметику, я вам сейчас ее покажу, косметики Палмо. И будем выбирать, чем будем краситься. Вот такой вот боксик, такой вот чемоданчик, прозрачный, очень удобно. Здесь у меня косметика ходовая, которой я крашусь обычно, вот если мне нужно, по-быстрому накраситься. Ну и в этом боксике здесь есть все, что мне необходимо. Тоналка, пудра, тени, там, румяны, тушь, в общем, все такое, что нужно. И вот раз открыла, вот так вот достала, что удобно, удобно, да, видно вам. И все видно, я что хочу, могу здесь раз достать. Мне нравится, когда прозрачные стенки, у косметички особенно большой. Ну и помимо этого, у меня, видите, уже вот такая вот есть куча губных помад. Внизу там туши какие-то, блеск для губ. Вот такой вот наборчик у меня хороший есть, это наборчик дочка дарила мне. Такой вот наборчик хороший, это фаберлик у меня есть. Вот такой шикарный наборчик тоже есть. Ну, в общем, всяких этих разных приспособлений мне хватит для того, чтобы сделать этот мне нужный макияж. Ну и первое, что надо сделать, это базу нанести. У меня базы две, но вот эта под рукой, в общем-то, они, по сути, одинаково имеют смысл. Базу нанести на все лицо, чтобы потом хорошо ложилась у нас косметика. Лицо у меня чистое, я его умыла, вообще искупалась сегодня. Нанесла обычный крем с утра, он уже впитался. Поэтому очищать лицо мне не надо, но вот база. После базы вообще такое шелковистое лицо становится классным. Так, ну, везде, везде нанесла. Все, готово. Так, ну и дальше я хочу нанести тональный крем, чтобы уже, как бы, основу лица подготовить. Тоналка у меня тоже вот такая вот от Фаберлик. А тоналка это от Лореаль, по-моему. Написано Лореаль. Было еще от Фаберлик, но, в принципе, они особо-то и не отличались, честно говоря. Так, у меня есть вот такая кисточка фаберликовская. Очень удобная кисточка для нанесения. Вот так вот беру рука у меня, как палетка. И вот так вот кисточкой разношу. Равномерно ложится тонким слоем. Тоналка закрашивает все недостатки на лице, которые есть. Так, ну, вроде бы, все. Все везде равномерно нанесла. Все, красота. Так, теперь я хочу немножечко припудрить лицо. Где моя пудра? Пудра у меня рассыпчатая. Это у меня что? Это еще моряке осталось. Еще осталось моряке. И вот такая вот кисточка. Немножко надо просто припудрить все это дело, чтобы оно там не блестело. Легко, легко, слегка, слегка. Я прям не знаю, такая красота уже становится. Я так давно не красилась. Редко крашусь, девочки. Ну, что делать? У меня, видите, уже косметика почему-то не... Начинают глаза щипать, болеть. Почему-то так, не знаю. У кого еще так тоже происходит? Скажите мне, пожалуйста. Так, что-то у меня губы куда-то исчезли. Надо их обозначить, чтобы они были видны. Карандашиком пока нарисую. Карандаш тоже фабелит, ну, натуральный. Натуральный тон. Так, губки я вроде обозначила и чуть-чуть я их заполню. Тоже натуральным цветом. Это у меня 4620 вот такая помада Фаверлик. Так, ладно. Ну, чтобы я вам, по крайней мере, была чуть-чуть посимпатичнее. Ну, а теперь сейчас возьмем тени и начнем ваять глаза. Самое главное. Я, правда, уже немножко подзабыла на этой палетке, что... Но я вот сейчас хочу взять более натуральный такой тон. И самое главное, мне надо вот здесь нарисовать основу такого натурального телесного цвета. В общем, по всему веку я это хочу сделать. И немножечко вот сюда, ближе к векам подвести. Но его практически не видно. Ну, пока мы сейчас как основу подведем вот это, вот этот цвет. Основа по-любому нужна, нужна. Так, а теперь я сейчас возьму еще немножечко потемнее тон, чуть-чуть потемнее. И надо вот еще заполнить на вот это вот место. Видно вам, да? Вот сейчас вот этим цветом. Вообще он не должен быть перламутровым. Мне он казался не перламутровым, но я вижу, что вроде как... Чуть-чуть есть вроде перламутровый. Ладно, это все равно у нас все закрасится. Дальше вот цвет немножко есть потемнее у меня, чуть-чуть. Но тоже он такой вот вроде бы не сильно яркий, да? Сейчас посмотрим. Да, он не яркий, но он потемнее. И мы заполним здесь вот это вот пространство. Чуть-чуть оно, чуть-чуть темнее. Вроде даже не особо-то и видно, да? Так, ладно. Но все-таки, да, не знаю, почему-то чуть-чуть видно перламутра немножко. Перламутра вообще лучше, чтобы не было совсем. Он не нужен. Здесь вот этот перламутр. Ну, вот так вроде бы. И немножко под глазами чуть-чуть я этого цвета сделаю. Такой более-менее натуральный, но чуть-чуть темнее натурального. Не сильно выделяться будет. Ну, и вот здесь заполним тоже вот это место. Так, вроде получше, да? Вроде что. Ну, а теперь темными местами, темное место мы заполним. Кисточка плоская нужна, а у меня плоской вот нету. Однако. Возьму я сейчас, вот если у кого есть такая прям плоская кисточка, то было бы хорошо. Но она у меня не очень плоская, так сказать. Вот, возьмем. Теперь цвет потемнее. Вот потемнее у меня есть такой. И надо вот здесь вот... Глаза надо расслабить. Ой, я уже привыкла брови кверху, потому что веки опускаются, оседают вниз. Так, ладно, надо расслабить глаза. И нам надо вот здесь вот черту провести. Вот так. Не совсем расслабила. Черта вниз. Немножко надо ее подкорректировать. Чуть-чуть ее надо выше поднять, эту черту. Ну, я руками, можно, конечно, кисточкой это растушевать. В общем, веки расслабить надо и провести так черту, но чтобы уже вот этот залом вниз не опускался. В общем, поняли, да? Сейчас я попробую это сделать. Не получается немножко. Так, ну-ка, если убрать. Я уже не могу, как мне опущенные глаза и непривычно. А теперь поднять и вот ее обозначу, чтобы она была мне видна. Для дальнейшего ваяния картины. Вы знаете, я вообще очень любила в молодости краситься. Красилась прям каждый день. И очень сильно красилась так, чтобы... Не было у меня тяжелого века, не было вот этих никаких заломов. И стрелки красила, все смотрелось красиво. Кстати, у меня там видео есть, вот, где по молодости я снималась. Можете посмотреть мои армянские корни, если кто не смотрел, посмотрите, какой у меня там был макияж. Фильм был, видео это было снято еще в 96-м году, представляете? Так, ну вот вроде что-то такое похожее я обозначила. Теперь я возьму кисточку, хотя нет, пока еще другую кисточку не буду брать. И этими же тенями вот тут вот я от середины глаза проведу. И вот так вот мне надо соединить вот с этим верхом. Все это мы потом растушуем. В общем, от середины глаза и вот этот уголок надо нам его заполнить пока. Так как я делаю это очень крайне редко, поэтому сейчас у меня может немножечко быть, знаете, как блинкомом. Но когда уже рука набивается, то уже тогда знаешь, куда, чего, какую стрелку вести. И все это делается уже по накатанной. Вот глазки кошачьи вырисовываются, да? Ну вот что у нас сейчас получается. Я буду смотреть на себя. В общем, если веки опущены, то у нас как бы уже стрелочки идут вниз. Они не опускаются ниже, чем надо, да? Они идут вверх. А если веки поднять, вот такие раскосные глазки получаются. В общем, при опущенных веках вот здесь у нас идет как бы белое пространство. Нам надо его заполнить сейчас тоже вот этим вот цветом. Я возьму, наверное, кисточку вот чуть-чуть пошире, чтобы можно было это легче порастушевать. Чтобы не было резкого такого перехода. Самое главное, вниз за линией не выходить. Вот так вот более-менее, да, видно. Уже заполнили вот это пространство. И уже нету такого резкого, знаете, как перехода. Ну, с другой стороны я сделаю сейчас то же самое. Ну, в общем, как-то так. Вот такая картина пока что вырисовывается. И сейчас я возьму самый черный цвет. И прямо понад самыми ресничками, откуда растут реснички, там мне нужно немножко затушевать черный. Ну, вот сам уголок сверху и от середины. Я не буду его далеко заводить. И надо так, чтобы не было тоже резкого перехода, как-то плавненький такой выходик. В общем, вроде понятно вам, да? Вообще, подводку можно было бы еще сделать на уголке, где ресницы. Но сделать это надо очень аккуратненько. Чтобы это одной стрелочкой, можно сказать, переходило туда. Ну, вот где-то как-то так. Второй глаз сейчас сделаю, девочки. В общем, вот таким вот маленьким-маленькой такой кисточкой я прямо где корни чуть-чуть вот здесь обозначила. Вот это вот место. Ну, там, где корни, откуда ресницы растут. Там, где не растут, я там в уголок не залазью. И сверху там вот, где корни растут, немножко, чуть-чуть подтемнило это место. Чуть-чуточку. Так, и, в общем, что дальше? Ну, а дальше можно вот по надбровками буквально чуть-чуть вот здесь высветлить все. Но только не перламутром. Но у меня белый, который, он прям перламутровый. Есть чуть-чуть другой. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть другой. Его прям не видно. Ну, он не перламутровый, но его не видно. В общем, ваяем из того, что есть. Ладно, чуть-чуть, может быть, перламутрочка. Чуть-чуть. Под самыми бровками добавим немножко. Это ж вроде может быть, как эксперимент, можно считать, я делаю, да? Если я так окрашусь очень редко, даже вот это немножко по-новому. Чуть-чуть по-другому красилось. Так, и ладно. И вот здесь вот телесного цвета чуть-чуть мы добавим под глазами. Вот свет, светлый такой телесный цвет вот тут. Как-то так. Его не особо-то и видно, скажу я вам. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, я его особо сильно не вижу. Ну, и может быть, это и хорошо. Вот. Ну, в общем, такая вот форма у нас теней получилась. Ну, и теперь я что? Я хочу тушь теперь подкрасить. Давайте уже закончим макияж, да? Вот такая у меня тушь, тоже от Фаберлик. Хорошая тушь. Ну, тоже я тушью, что-то в последнее время стало очень редко пользоваться. В общем, самое главное, нужно нам вытянуть вот эти внешние ресницы, которые идут с внешней стороны, и немножечко их в сторону вытягивать. В общем, вот эти реснички, они должны быть как бы более отчетливее, может быть, длиннее чуть-чуть. Можно накладные реснички одеть. А вот здесь вот чуть-чуть. Здесь чуть-чуть мы их подкрасим, а больше будем красить внешнюю сторону. Ну, ресницы у меня свои такие длинные. Видите, вроде бы так ничего, да? Ну, и снизу тоже вот больше на внешнюю сторону красим. Внешнюю больше. А посерединке так чуть-чуть тоже. В общем, как-то так. Как я раньше вот это вот ваяла, часами сидела в молодости с таким удовольствием, с таким упоением. Я даже себя чувствовала каким-то художником, который рисует прямо картину, знаете. Прям сидела, часами вырисовывала себе вот эти глаза, стрелки там, вот это все, каждую ресничку, чтобы все было четенько, простенько. А сейчас уже вот только тени нарисовала, уже начинают глаза слезиться, видите? Так, ну, я сейчас по-быстренькому накрашу второй глаз и вернусь к вам. Девочки, началось красить глаза в уголках. Я уже, кстати, забыла. Вот здесь вот можно сделать немножко вот белый перламутр. Вот только вот в этих вот уголках. И можно чуть-чуть вот здесь вот прям, где угол сам. В общем, девочки, очень как бы сложно мне реснички красить, потому что их надо хорошо видеть, а у меня зрение уже не такое замечательное. Каким было в молодости и раньше. Так, ну, в общем, мне кажется, вроде так ничего. Вроде так ничего, да, глазки. Ох, какие, ох. Так, и надо немножечко сделать чуть-чуть румянчики. Но я, вы знаете, дело в том, что румянчики я вот не делаю. У меня есть такой вот, как сказать, бронзатор, да. И я чуть-чуть, чуть-чуть, у меня тут кисточка есть. Чуть-чуть делаю вот такую, знаете, вот полосочку. Так, надо убрать, если тут что у меня осыпалось, посыпалось слегка из тени. Надо вот это вот убрать. Что-то тут ничего не было. И вот такую, знаете, от угла губ и до виска. Вот как бы здесь, вот как бы здесь. Надо провести чуть-чуть затемнение, как чтобы выделить скулы. Ну, вот как-то так. Вот видно, да, вот этот вот полосочка. Вот тут нет с этой стороны. Здесь как бы скулы чуть-чуть выделяются. Вот так-то румяна больше я никаких не наношу. И с другой стороны сейчас сделаем то же самое. Я взяла еще другую помаду, тоже от Фаберлик. Она чуть-чуть так посветлее, порозовее. Я решила ее добавить сюда сверху. Так более-менее цвет. Не хочу, чтобы был темный. Когда яркие глаза, то губы должны не выделяться сильно. Либо яркие глаза, либо яркие губы. Что-то одно. Так, ну и что? Я бы еще хайлайтера бы добавила еще немножечко. Что-то мне где-то чуть-чуть веселее, чтобы было. В общем, короче говоря, просто точечно хайлайтер чуть-чуть нанесу. Вот под бровками уже видно, подлескивает. Кончик носа можно чуть-чуть сделать. Вот тут на переносице немножко делают. Немножко вот тут под веками, чуть-чуть можно сделать. Вот так вот, чуть-чуть. Немножко к внешней стороне, чуть-чуть здесь подсветлить. Можно вот тут вот немножко, вот под веком, с этой стороны, с этой стороны чуть-чуть. В общем, не буду я немножко, я не буду сильно делать это, но слегка, где-то как-то можно немножко сделать вот этого блестященького. Прям симпатично. Так, ну в принципе, что у меня? Все вроде бы, да, я бы еще и еще бы сделала. Главное не переборщить с макияжем. Мне уже нравится то, что я сделала. Так, на самом деле у меня казалось, что у меня кисточек много. Но мне вот приходится одни и те же кисточки вытирать, и может быть даже, если бы я красилась почаще, мне бы, может быть, и больше нужно было бы кисточек. Вот, я возьму чуть-чуть румян и здесь вот немножко, чуть-чуть где-нибудь добавлю розовенького. Немножко розовенького прям капельку просится. Если лишка сделала, можно кисточкой от пудры все это сравнять вот так. Раз, раз и убрать. В общем, короче, я уже прямо сильно красивая стала. Аж самой страшно, девочки. Так, ладно, на этом остановимся. Сейчас я хочу свою прическу вернуть назад, если она вернется, как было. Даже ничего, так я прям нравлюсь себе. Можно сделать какие-нибудь кудри, завитушки. Если бы я куда-то на вечеринку ушла, то я бы прям сделала какую-то пышную такую причесочку. Какие-то кудрички, такие вот завитушечки какие-нибудь сделала. Ой, прям симпатично, гляньте. Как вам, девочки, нравится такой макияж, а? Сейчас прям вот поближе вам покажу. Девочки, мне просто нравится. Нереальная красота какая, смотрите, а. И даже прическа, она мне не испортилась, а даже наоборот, она какой-то стала интересненькой такой. Ой, прямо красота, неописуемая. Хоть сейчас на вечеринку иди. Но мне все нравится. Я думаю, что в этом макияже я могу снять еще одно видео. Видео Василек я сейчас буду снимать. И прямо макияж этот оставлю. В общем, девочки, кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, кому нравится такой макияж, который я сделала. Идет он мне, не идет. Какие у вас там замечания. Обязательно предложения. Если вы делаете замечания, обязательно я жду от вас каких-то предложений. Ну и все на этом. Пока-пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok